Check the mic and make sure it sound right, boys Мария Всем доброе утро Всем хорошего дня Мы помылись Побрились И готовы ехать К врачу Чтоб узнать Что У меня болит И как это лечится Такие вот дела Короче, мы сейчас Дособираемся Мне осталось накраситься Собак еще раз выгулять И будем выливаться в больничку Посмотрит терапевт на мои анализы Скажет, почему у меня вот здесь вот болит Почему у меня ноги отекли У меня вчера отекли ноги А я до сих пор отек еще не спал Вот такие вот они Распухшие у меня Не знаю кто Поэтому Сейчас поедем в больницу Мы уже взяли на граде Посмотрите, какие низкие сегодня Тучки Хмурятся По прогнозу не видел Будет То есть По прогнозу не смотрят Мы уже совсем близко Нам там осталось Что-то по-моему Десять минут уже По самому Зеленограду Проехаться Ой Ай, вы скучаете по Зеленограду Честно говоря, да? Ну да, он там неплохой Красивый, маленький Такой уютный Чистенький городочек Кто захочет переехать в Москву Переезжайте в Зеленоград Ну да, ну если в саму Москву не поедете То Зеленоград прям одна Ну да, если денег хватит Можете жить в Москве Но если денег не хватит То живите в Зеленоград Зеленоград Я уже говорила, по-моему Что он территориально относится к Москве То есть Медицина, образование Все здесь московское Тут и пишут адрес Город Зеленоград Город Москва Ну если живешь Непосредственно В Зеленоград Да, тут Зеленоград Он делится на район Сейчас мы в Андреевке Да, по-моему Да, вот смотрите Вот Андреевка Да Вот сейчас мы переезжаем На следующий светофор И там будет уже Зеленоград Да, вот следующий светофор Где вот этот дом большой стоит Там перекресток И получается до этого Перекрестка Ну давайте по дому ориентироваться До этого дома Это Андреевка Солнечногорский район Того дома Это город Москва Город Зеленоград То есть территориально Это все как будто одно Но весь Зеленоград Поделен на районы Андреевка, Крюковка, Круково И уже Солнечногорский район А это уже Подмосковье Да А если Андреевку переезжаете То или в Крюково То это уже Подмосковье будет Крюково, это Зеленоград Разум Да, вот мы переезжаем Сейчас будет Крюковка Вот сейчас вот Все у нас заканчивается Андреевка Переезжаем Ну теперь в Москве В Москве В Зеленограде Город Короче Делиться на районы Надо выбирать тот Который относится к Москве Иначе будете жить Подмосковье Иначе будете даже Обслуживание у вас будет Подмосковное А это не очень Мы вот жили в Зеленограде Считались, что в Москве Теперь хоть мы Детим издалека Но под обслуживание московское Вот видите Крюково написано Вот И у нас обслуживание московское Да Мы живем в Подмосковье Прошла Назначили мне там Лекарства Всякие Сказали Отеки от почек Воды мало пью Типа туда-сюда Короче Назначили мне Назначили кучу препаратов И еще там будут Сдача анализа Короче Все нормально Сейчас я вам покажу Динамо Вот такая вот Динамо Арена Есть такая же ВТБ Да, Арена Только она Где-то там На Садовом По-моему Нет? ВТБ Арена А я не помню Короче Тут московские пробки Как обычно Я же когда еду Я смотрю по сторонам Как у меня пассажиры едут Небо А это здесь что такое? Я, говорит, когда еду за рулем Это никогда не вижу Смотрите Видите вот это вот? Это Москва-Сити Это понятно А вот это новые небоскребы А вот смотри Справа еще опять стоят Вообще строятся Как я не знаю Как пирожки Все А вот эти вот Вообще Вот эти два Они и буквально Вот Несколько месяцев назад Еще не Вон еще Вон Все подстраиваются Короче Тут видимо Будет Скоро вот этих вот домов Не будет Это реновация идет Да Вот эти все дома Уберут малюхоньки Котов Которых В одном из них Там снимался гусар Сейчас их рассели Он в том доме Снимался гусар Нет, он там вот Разве? Не вот в этом? Нет, он смотрит Как раз на эту сторону Какой это? Вот С того смотрится Они вот тут где-то вот Потому что Когда с центра едешь Это получается Оттуда вы Так там новые дома Нет, там А внутри есть Внутри? С той стороны? Да Потому что Ты смотришь С той стороны Вот на этот Коричневый дом Ну короче Суть в том Что вот эти два здания Моментально быстро строятся Это вообще Мы буквально не видели Несколько месяцев назад Сейчас уже есть Эти тоже расстраиваются Короче Тут видимо Вот это всего не будет А будут Огромные Такое Реновации Да Манхэттен Русские Русские Манхэттен Ну и цена тут Конечно От 70 миллионов рублей Цена здесь Неподъемная Для Наверное 80% Населения России Нет, ну просто Ну 70 миллионов Ну и там Ну и там как бы Жить знаешь Не очень-то Честно говоря Хотя знаешь 500 человек По миллиону Вот тебе 500 миллионов Надо создать клуб Вот миллион рублей 500 человек 500 миллионов Можно две квартиры купить Ну там живет Такой уже С таким клубом Портнягин Его фамилия Я понимаю Я понимаю Он же приехал С Владивостока Да И купил себе Бах квартиру И дом построил Да У него там Портнягин Это такой предприниматель Который создал Клуб 500 Называется Клуб предпринимателей А вот что интересно Я вот вчера ехал Когда дождь Туман Их не видно Вот ты просыпаешься Утром По любому Окна открываешь А там облака Ты в облаках А ты просто ничего не видишь Я туда Посещение смотровой площадки Входит в обязательную программу Пока мы живем в Москве здесь Потому что Мы здесь не собираемся Навсегда оставаться Мы хотели бы оставить здесь Какую-то недвижимость Свою личную Но жить в Москве Нет На всю жизнь Мы не рассматриваем Москву Мы рассматриваем совсем другие места Совсем другие Апартаменты Совершенно Но вы же с нами Вы с нами будете И все сами увидите С собственными глазенками Какая машинка красивая Смотри А вот это наверное Проехала Обязательно Куда без вертолетной площадки У меня какой-то новый вид Московской зависимости Я не могу Проехать мимо Москва-Сити Как быстро падают цены В наше время Не могу проехать мимо Москва-Сити И не снять их Небоскребки Такая красота Красиво же Согласитесь Мы короче долго Скорее спорили Но пришли к выводу Что вот эта вот башня Это башня Где Продаются апартаменты Или может вот это Где написано Апартаменты Нет Или может и там и там И тут и тут Везде продаются Потому что вот это Башня Федерации Там нет Вот в этой тоже нет Там офисы Вон та скрученная Вообще не знаю Что в ней там Она красивенькая Кстати А вот это Круглое Вот это вот Где реклама Тоже какой-то Торговый центр Торговцы С цветами Ходят На зойливые Тысяча ровнее Потом 500 Нормально А потом 100 Цены падают Мы все В пробке В пробке Любуемся Я думала Что Мусар Снимался В этом доме Вот Видишь Дома Вот Они стоят Старые Вот этот Получается Тогда дом Нет Она так Снимала Он был Рыженький Нет Он с ним Понимаешь Тут есть С той стороны Не с этой стороны Маску сити Видно А с центра Вон Вот там Дома стоят Туда идет Улица Понимаешь Там вот такие Дома И она как раз Вот так вот Смотрится Сюда Давай Кадар Мы изучим Эту Тему Это вопрос Они берут Вот такие Дома Сносят Их еще Сейчас Не будут Сносить Вот для них Строят Вот эти Дома Представляешь Вот эти Вот Потом Эти Дома Вот эти Расселяют Или Инновации Называются Эти дома Сносят Здесь Здесь опять Что-то Строят И потом Ну пошел Поехал Ну понятно Короче они Избавятся От всей Этой Старой Застройки Ну ты представляешь Вот стоит Москва сити Вот смотри Стоит Сколько тут 15 этажка Ну это же вообще В нее даже бабки Никто не вкладывает Ее же видишь Даже не ремонтируют Ну да Оно разваливается Так вот Некоторые говорят Еще представляешь Вот сюда Новый дом Вон видишь Стоит Это было Расселение Справа Да Вот этот Тоненький Да Который уже Вон расселен И некоторым Дали например Ну там По реновации Дают на 20 квадратов Больше А мне дали На 17 этаже Или на 27 А я не хочу Он говорит Вообще люди Такие Ну как бы Зажравшиеся Ну ты представляешь Вот сейчас им дадут Вот там квартиру Да Сколько тут Ну тоже дорогая Да Возле Москва Сити Ну я думаю Там-то намного Дороже В новеньком доме А здесь потом Новую поставят Башню И вот этот Который раньше Смотрел на нас Уже не сможет Смотреть И у него уже Квартирка Да пролетит Получается Как этот Говорил Вид портится Нам обещали Говорит Мы будем смотреть На Москву реку Начали дом строить Мы все заплатили А когда дом построили Там следующий Второй вырос И мы уже Не смотрим На Москву реку Мы уже смотрим На соседний дом Друг друга Ай понятно Все Цветочники Побежали Искать новую жертву Мы уже у Коли На работе Взяли Чаек С лимончиком И сахаром Вот с лимончиком Тень нельзя А ты пьешь А что делаешь Вот Еще у нас были Плюшки Потому что мы Сегодня еще не ели Совершенно Но плюшки Уже съедены Там были Грибочки И сердечки Со сгущенкой Остался только чай Сейчас Обратно Два с половиной часа И мы дома Да? Как не три Как не три Как Вот как-то так Смотрите Какая тучка Идет Она закрывает Солнышко И скоро Она Грянет Видимо Дождем Лишь бы не громом Потому что Иначе у нас Джонечка Там Испугается Дома Все Мы закончили Дела здесь Выезжаем Выезжаем В сторону Дома Да Чаек Допиваем И уже Выезжаем А то мы Булочку съели В темноте И затупить Конечно Нет Господи Прошло Три часа Мы приехали Наконец-то В Голицыно Сейчас пойдем В магазин Красная Белая Нет Мы идем В пятерочку Пятерочку За Продуктами Маленькие Все скучились Все скучились Мои зевки Две Идите Гуляйте Там дома Просто чуть-чуть Прохладно Надо подтопить Ой какая в цвете Красивая трава Да Надо еще подсадить И вообще Будет супер Уже темно Уже поздно Капец Ну Что поделаешь День потерян Много всего сделали Полезного Что планировали Так Что купили Заехали Вкусвил Купили Курицу Что-то В остальных Магазинах Курицы Не внушили Мне Доверие Доверие Вкусвили Вот эта Курица На 302 Рубля Вы что-то 302 Или 307 Потом Взяли В обычном Магазине Огурчики Помидорчики Маффины И шоколадку Вот это Вот наши Крайние Сладости На Следующих 7 дней 7 дней Будем жить Без сахара Молочко Взяли Первый раз Зеленое Село Взяли Посмотрим Это на Каши Утренние Чаек С бергамотом И Таблеточки Короче Мне назначили У меня Отекла Нога Сказали Что жидкость В организме Задерживается Назначили Дуаверин Он Убирает Отеки С тела Индопамид Он Тоже Мочегонное Типа Короче Тоже Отеки Убирает Еще Мне назначили Успокоительное И Еще Что-то А И Чтоб Спина Вот это Все Не болело Фигню Там Короче Какую-то Успокоительное Назначили Потому что Я Вчера Сильно Понервничала Из-за Отеков Увидела У себя Отеки Сильно Разволновалась У меня Пошла Кровь Носом Поднялось Видимо Давление Сегодня Она Мне Померила У меня 130 на 90 Я Считаю Что Это Достаточно Для меня Ненормальное Давление Высоковатое Она Сказала Что Скорее Всего Это Была Паническая Атака Такой Страх И Прописала Мне Таблеточки Они Убирают Тревожное Состояние Короче Борются С этими Паническими Атаками Если Они Возникают Мы Почитали Стоят Они Недешево 700 С копейками Но По Позвонили Психологу Местному Она Подтвердила Что Таблетки Очень Хорошие Отзывы Они Только Положительные Мы Скорее Решили Что Мы Вдвоем Пропьем Потому Что Нервную Систему Никогда Не Лишний Будет Подлечить Тем Более Сейчас Когда У нас Достаточно Сложный Период Жизни Короче Я На Таблетках Че Как Бабушка Ну Че Делать Когда Идут Лечиться Надо Все Так Сейчас Варим Курочку Целиком У нас Курочка Сварилась Овощи У Коли Бульончик И Жуки Мы Пожелаем Всем Сразу Спокойной Ночи Да Спокойной Ночи Всем Пока Пока До Завтра Чек Там Майк И Мекс Шо И Са Байк Бой